Привет, дружище, меня зовут Шамба, и мы геройствуем Мир Меча и Магии. Проходим кампанию Нечистый Альянс, сценарий номер 2, в поисках легионера. Грехака ничему не учит жизнь, и он в очередной раз нанялся найти набор артефактов. Теперь его об этом попросил староста деревни Хартферт. Очень маленькая деревушка, в которой ничего нет, ничего не построить, но со временем жители улучшают свои домики. Так вот, староста сказал, у нас денег нет, сделай это за спасибо. О грехах согласился, ему лишь бы повеселиться, неважно, тут нашествие некромантов, нежить, какая разница. Главная сложность была в том, что армию не собрать. Соответственно, пришлось захватить внешние постройки, и в конце серии удалось пробить отряд рыцарей и выйти к центру карты. На юге есть еще отряд архангелов, целая группа, но с ним я что-то не рискну сражаться, потому что архангелы владеют воскрешением. Поэтому давай посмотрим, что у нас находится здесь. Так, Сэра Мюллич, давай-ка на разведку. Во-первых, я вижу здесь троллей, соответственно, прибавка к своей армии будет. Но у меня вот мораль низкая. Точнее, сейчас она нейтральная, а как только появятся тролли, сразу будет отрицательно. Это плохо. Чем у меня занимается Ине? Ине скачет в город, а зачем? Непонятно. Она зачем-то туда скачет. Хорошо. Итак, сейчас второй день недели. Мне нужен один герой около города, один около грифонов, один здесь. Гурнисон. Орион, у тебя армии нет, возвращайся мечников стражить. Ине тогда будет где-то между городом и грифонами скакать. И, соответственно, Мюллич и в грехах двинуться в центр карты. Давай заберем сразу троллей. Я вот думаю, может еще одного героя взять. Так, Орион, что ты умеешь лечить? Мне так уж и полезно. Ивр умеет тренировать эльфов. То же самое. Ладно, забираем троллей. Сразиться со стражами? Да, конечно. Без потерь. Замечательно. Тролли. Скорость 7, здоровье 40, 10, 15, 14, 7. А здоровья мало. Но они умеют регенерировать. Соответственно, если, например, потеряли 39 единиц здоровья, то вроде как все должны восстановить. Урона мне нравится, но они мне еще порежут мораль. Ладно, давай возьмем. Пусть будут. Вижу серную шахту. И еще один мост. Замечательно. То есть сейчас у меня будет 6 троллей. Кроме того, на этой карте я сражаюсь с двумя лордами. Да, мы сражаемся не против нежити, а также против людей. Весьма странно, но ничего не поделать. Заберем шахту. Еще один мост. Замечательный. Ого. Не глянул, сколько здесь троллей. Ладно. Разберемся. А ну-ка все стоять на месте. И будем ждать. Везде сломанная стрела. Огонь. Пятерых. Неплохо. Защита. Защита. Ох, как же вы недалеко скачете, рыцари. Скорость 7. У тролля скорость 7 в обычном состоянии. Укусить. Тысяча урона. А да, они смогут. Загрыть всех троллей. Отлично. И потом отлететь. Прячемся. Защита. Защита, 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 защита. Ждем. Отлично. Прямая стрела. Прощайте, тролли. Подлететь, укусить и никто не ударит. Все снова дружно защищаемся. Эх, сломанная стрела. Подойдите поближе, что ли. Отлично. Прямая. Кусь. Тролли не будут с друг другом биться. Вот мечники точно добьют. Замечательно. Потернет. Серную шахту Мюлеш заберет. Еще один мост троллей. 9 троллей будет у меня. Хорошо. Сейчас я очень хочу добраться до форта на холме. Плюс вот здесь есть шахты. Вопрос, где находятся вражеские города? Подозрение, что один здесь. Второй, наверное, здесь. Третий тут. И здесь есть еще подземелье. Что не совсем приятно. Кстати, о рыцаре я выкупил, интересно. Давай сбегаем, посмотрим. Да, рыцарей выкупил. Это посещено. А тут нет. Нужно взять уровень. Строить мне нечего. Денег, правда, нет. Да и просто мечей и кузницы мне особо не нужны. Хотя, хотя, хотя. Бараки требуют кузницу обычно. Но у меня здесь здание сами строится. Завершить ход? Да. Ничего не происходит. Как же это великолепно. Ну что, мюлеч, забирай серу. Был бы ты еще разведчиком. И, по-моему, я не взял уровень. Да, я молодец. Супер. Как же я хочу разведку получить. Так, а может сейчас сбегает Эйна куда-нибудь на север? Чисто так открыть карту, подразведать. Ага, проход есть. Это подозрительно. Но здесь тролль стоит. Все в порядке. Я боюсь, что враг уже освоил эти земли. Или где-то недалеко находится. Мюлеч, шаг сюда. Троллей забрать. Но сейчас мне особо не нужно. Вот улучшить армию? Я был бы не против. Главное, улучшить стрелков. Они станут в два раза эффективнее. Пошли по этой речке. На юг. Так, маги. Башня магии. Я, пожалуй, выберу знания. А почему сюда нельзя? Маги мешают? А принять? Да, конечно. Ничего, 60 магов. Это просто шикарно. Теперь я могу проехать? Да. То есть сейчас я их еще архимагами сделаю. Просто великолепно. А тогда все это подберет Мюлеч. Я только посещу школу магии. Посещу. Лагерь беженцев. Может быть, дракончик. Но с моей удачей вряд ли. Скачем сюда. Пожалуй, я возьму все-таки еще одного героя. Ивр, конечно, мне сейчас не поможет, но пусть будет. Кто бегает быстрее? Гоблин или кентавр? Неожиданно гоблин. Маркировка. Может, разведка будет? Нет, атака. Гурнисон на месте. Завершаем ход, да? Враг не появился. Это прекрасно. ИНЕ. ИНЕ видит, что здесь как-то подозрительно никого нет. И тут тихо. Ну, хотя бы здесь дендроиды стоят. Это хорошо. Консерватория грифонов. Это башня грифонов. Архангела. То есть... Ох! Мне надо было отсюда поехать в консерваторию. Я еще пропустил два моста. Я просто очень спешал к форту. Может быть, это была ошибка. Так, кого мне, во-первых, улучшить нужно? Арбалетчиков? Магов, да, архимагов. Я не помню, в чем у них разница. Та вот так играла за йога, но там не до этого было. Давай улучшим уж точно мечников. Потому что они станут гораздо эффективнее. И... Ну, денег не остается. Хотя, погоди, милюч сейчас берет мне золото? Не доберет. Ах ты, лентяй. Может, здесь валяется золото на дороге? Нет, две консерватории грифонов. Это ангелов. Очень-очень много. Значит, мне срочно нужно вернуться на север. Попутно забрав троллей. Сундуки бросил, но... Кто-нибудь их подберет. Кто-нибудь, например, ивор. Почему бы и нет? Плюс разведывает, что с этой стороны, что тут находится. Агрехак в это время будет троллей себе захватывать. Маги, я не помню, как улучшится. Но в любом случае, смотри, мы здесь получаем ангелов. И нужно их улучшать. То есть сюда еще вернемся. Плюс, смотри, какой огромный кусок карты. И, опять же, непонятно, а где соперник? Берем троллей. Да, сражаемся. Не верю. Не верю я в потерю грифона. Защита, защита. Маги заплакали. Ой, ты понял, что... Всего лишь минус один. Почему? У меня же есть тролли. У меня есть маги. По идее, должна мораль минус два быть. Потому что у меня три фракции. Странно. Ну ладно. Немножко троллей. Можно, кстати, троллей отдавать какой-нибудь дополнительным герою. Но здесь везде отряды. Орда, Орда. Много-много. Слишком много соперников. Поэтому я не рискну атаковать. А тут ничего не подспирить. Миллич. Возвращайся-ка ты тогда в город. Заодно получишь уровень. Горнисон ничего не делает. И вот тут подумал, а неплохо было бы всем отдать боевого грифона. У него скорость 9 и гораздо дальше мои герои поддержки будут бегать. Завершить ход. Ага. Понято. А здесь есть соперник. Соперник может украсть мои сундуки. Ивр, быстрее забирай их. 3000 монет. Прекрасно. Таинственный сад. Еще 500 монет. А вот дальше идти опасно. Вдруг негодяй вот так проедет. Миллич получает уровень. А лидерство? Хотелось бы что-то вроде казначей разведки. Иная забирает золото. И теперь будем... Успеем посражаться? Ну, я думаю, что да. Биться за архангелов. Ну, сначала, конечно, за обычных ангелов. Ну, что ж такое? Почему грифоны так хотят умирать? Они еще заплакали, что им не дали это сделать. Суицидные грифоны. Сколько вас здесь? Орда. Преследовать? Ну, да, наверное. Без потерь великолепно. Так, первая консерватория. Кстати, а у нас с тобой есть проблема. Есть небольшая проблема. У меня слишком много отрядов. То есть, если я сейчас получу ангелов, они просто упорхнут от меня. Как бы здесь проехать? Мне нужно отряд, наверное, кого? Алибарчиков отдать. Кто у меня самый медленный? Скорость 6, скорость 5. 6, 5. Маги меня тоже тормозят, негодяи. Ну, да, даем алибарчиков, потом магов улучшаем до архимагов вместе с ангелами. Тогда здесь прорубаем проход и не забирают лишнюю армию. Какой долгий расчет. Не согласен я на такое. Подходите поближе. Только вот это вот мне не надо. Огонь. Ждем, защита, ждем. Защита, защита, ждем. Как они уворачиваются от магов? Не хотят, чтобы те атаковали. Кусть стральца. Рыцари заплакали. Победа без потерь. А теперь Инея у меня заберет тормозящие меня отряды. Кстати, тогда она заберет у меня очень много отрядов, чтобы я резво поскакал на следующем ходу. Так, у кого самая высокая скорость? 9. Скорость 9. Тролли тоже уходите от меня. Так, что у нас по ресурсам? По ресурсам нам не хватает кристаллов. Шахта кристаллов есть под боком. Это для того, чтобы возводить гильдию магов, очень не нужно получить портал города. Гурнисон. Гурнисон сидит на месте. Завершаем ход, да? Кто-то вот здесь крутится. Неспешно разведуем. Трещина в земле. Но проехать можно. Опаньки. Лорд Веломор собственной персоной. Ива, сможешь ли ты от него ускакать? Мне кажется, вряд ли. Кстати, вот очень интересно, а соперники между собой враждуют или нет? Если враждуют, то, возможно, они между собой здесь сражаются, пока я в самом углу карты делаю свои дела. И Ине. Ине все, что хотела, сделала, отдает сейчас армию. С другой стороны, она могла бы пробить тендроидов воинов, но, опять же, мне нужно двигаться в одном направлении. Поэтому отдавай армию. Так, 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 так. Обязательно пустое место для ангелов. Ну что, поехали. 50. Значит, скорее всего, будет один ангел. Откуда вообще здесь были потери? Каким образом? 361 единица урона. Ну, по идее, я должен забить варифонов. Потому что, если нанесу 249, только в этом случае я кого-то не смогу одолеть. Бум. Да ладно. Я кого-то потерял? Не согласен. Не будем тогда жадничать. Все, теперь никто никогда не сходит в жизни. Еще бы заплакать. Огонь. Без потерь. Спасибо. Итак, у меня есть один ангел. Да, сражаемся. Так, там было сколько? 50, 51, значит здесь 3. Снова тормозим всех. Не уверен я в этом ангеле, но давай посмотрим. 29 единиц здоровья. Не так много потеряно. Нормально живем. Нормально живем. Бум. Замечательно, без потерь. Еще 3 ангела. То есть, теперь мне действительно нужно на юг, потому что, во-первых, лорд Велмор где-то здесь, а во-вторых, форт на холме. Этих троллей, пожалуй, я не буду бить, чтобы они защищали мне проход. Поэтому поскакали как можно быстрее. Я также на... Ой. Ну, университет мне не нужен, потому что Грэхак знает абсолютно все. Кстати, а запись-то идет? Да, запись идет. Уже 20 минут прошло. Чем может заняться Ине? Мне необходимо собирать армию в трех точках. Здесь, здесь и здесь. Плюс можно собирать троллей. Но пока я довезу сам себе троллей, смысла стоять тут нет. Можно, конечно, по 500 золота тут получать. Мне кажется, это тоже не очень имеет смысл. Поэтому поскакали на север. Возвращаемся в родные края. Здесь все было посещено. Гурнисон стоит на месте. Наш Мюлич скачет в город, чтобы сделать себе более скоростного Грифона. Великолепно. Скорость 9. И завершаем ход. Жители Хартферда возводят новые здания в своем городе, желая помочь вам в ваших трудах. бараки. Замечательно. Теперь у меня появились хотя бы мечники. Почему бы нет? Так, Ивар. Ивар, тогда стой на месте. Мы сейчас улучшим Архангелов. О, да. У меня теперь железобетонный первый ход. И железобетонный я сделаю всех медленнее. И улучшаются маги. Ой, промахнулся. Не то, нажал. Так, смотрим. В чем разница у магов? Ну да, скорость стала 7. Это гораздо приятнее. Низкая стоимость заклинаний. Это очень актуально с моим количеством знаний. Итак, враг поскакал в этом направлении. Давай его преследовать. Я уверен, что сейчас моя армия гораздо сильнее, чем у противника. Нельзя его упускать. Плюс я здесь вижу что-то похожее на лесопилку. Значит, где-то в центре может быть город. А Ивор поскачет на восток. Посмотрит, а что здесь находится, собственно. Можно подспирить немного самоцветов. Да нет, весьма даже много. Амюлич сидит в городе. Инная скачет к Грифонам. Курнисон сидит на месте. Завершаем ход и новая неделя. Так. Погоди-ка. Кто-то вот здесь крутится. Орда колдунов. Это очень сильный соперник из-за рандомной магии. Не думаю, что их одолеют. Собираем немножко Грифонов. 1400. Немного придется сдержаться. Но опять же, Гурнисон пока привезет этих мечников пройдет одинек. Поэтому все нормально. не так сильно отстаем. Но Гурнисон нужно будет все-таки выделить наверное Грифона, чтобы быстрее скакал. Ну и Ильич поэтому сидит в городе и ничего не делает. Открываем немножко карту. Ищу колдуны. Колдуны охраняют яму заклинателей. А здесь обитают тоже колдуны, как я понимаю. Аккуратно. дракон. Дракон. Королевский грифон. А ради скорости давай возьмем. Гоблины, извините, но вы отправляетесь в увольнение. и продолжаем преследовать нашего противника. Грабить склеп я сейчас не хочу. Лодка. Так а вот это неприятно. Неприятно потому что вдруг соперник действительно находится где-то за морем. Не хочу я так. Отлично все. Я вижу город, я вижу цель. Этот город Дюнваль. Так ну смотри здесь побережье. Как бы здесь не было одного, второго, третьего острова. Но скорее всего тогда подземелье, которое здесь существует, наверное нужно для связи между островами. Мы лишь сидит на месте завершаем ход. Ага. Так синий негодяй. То есть тут коричневый, а тут синий. И кто-то пользуется водоворотом. Сейчас заберем город Ивор. Морду колдунов. Я сомневаюсь, что пробьют. Вот группу архангелов могут. Конечно, архангелы юнит тельмого уровня, но опять же их не так уж и много. Ладно, чемпионы не умеют ходить на всю карту. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. То есть они максимально одну клетку не доходят до юнита в две клетки. Почему-то я всегда думал, что они на всю карту скачут. Ладно, ждите. Грифоны ждут. Огонь. Защита. Архангелов никто не сможет здесь урезонить. Защита, защита. Давай кого порубим? Грифонов, наверное. Пехотинцы в жизни не дойдут. Почему я копейщиков пехотинцами не назвал, не знаю. Огонь. Итак, у меня появился новый город. Тут можно что-нибудь построить? Нет. Можно возвести гильдию магов и таверну. Давай возведем таверну и узнаем чуть больше информации о сопернике. Ко мне пожаловала Аделаида и Джедит. Джедит со способностью к воскрешению. Ну, наверное, нет. Итак, против меня Тиранел с потрясающим уровнем защиты. И, правда, лорд Веломор не сильно от него отстает, но он куда-то негодяй сбежал. Подозреваю, сел на корабль. А никого не нанять, ничего не сделать. Можно, конечно, следующий ход магии восстановить, если построить гильдию магов, но не знаю. Во-первых, неплохо было бы здесь кого-нибудь нанять, кто осмотрит территорию. Пусть это сделает Джедит. Посмотрим, что здесь вообще есть. Поехали на запад. Еще лагит беженцев. Змеек. Скорость 9. Одну ради далекого перемещения. Троглодит извините, гарпи туда же. Мне сейчас выгоднее быстро разведать территорию. Плюс я вижу здесь синюю башню. Это говорит нам о том, что в этой части возможно синий соперник. Вопрос, а как тогда он вот сюда пробрался? Неужели здесь идет побережье и тут высадился мой противник? Две постройки. Неприятно. Значит, прирост здесь будет тоже огромный. Тут я могу опять же посетить то, что мне не требуется. Давай что? Этот город оставлять без охраны в любом случае сейчас было бы наверное неразумно грабануть гномов попробовать или все-таки двинуться на юг? У меня нету портала измерений, у меня нет никакой пространственной магии, я ничего не умею. Это тоже плохо. Сидеть в убежище смысла не вижу. Не колдунов взять было бы классно, но лучше еще с ним разобраться здесь, потому что я не догадываюсь кто это такой и потерять тот же харфферд мне бы не хотелось. Давай куда-нибудь сюда поедем. Мне кажется, что бесов уже грабанули, но проверим. нет? Ну тогда мы ограбим 1500 монет. Ох, шести колдуны, но я думаю справлюсь, массовое замедление и все в порядке. Ивар, ивар, ивар. Ну тогда на юг смотри, что здесь за отряд будет на халяву. вампира. Скорость низкая набирать не буду. А картограф? По-моему картограф открывает всю карту, если я все правильно помню. Очень опасно, но смотри, соперник высадится, это один ход, и только потом он сможет до меня доехать. Если что, грех его сейчас сразу перехватит, то есть на этом ходу все будет в порядке. Мюллич, 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 мюллич. Отвозим ему армию, во-первых. Ине также передавай. Ине передает армию гурнисону. Кстати, вот ополченцев лучше оставить в городе. Почему хоть ополченцы? Копейщики это же. Так, я запутался уже в героях. Грифон и копейщики. Копейщики пусть сидят в городе, охраняют. Грифонов делаем королевскими. Берем с собой еще несколько. И вот не знаю, стоит ли брать с собой арбалетчиков. Просто по той причине, что смотри, мы сможем взять постройку с колдунами. И мне кажется, колдуны будут выгоднее. Допустим, они будут колдовать какую-нибудь магию массово. Например, ускорение. Это будет гораздо круче. Давай использовать те арбалетчиков, которые есть. А вот грифонов и мечников, пожалуй, я возьму. да, возьму. Денег мне не хватит. 11 штук. Где деньги взять? Продать ресурсы? Давай продадим тонну ртути, хотя курс будет отвратительный. Нет, курс отвратительный. Ладно, подождем. Спешить некуда, завершить ход. Да. Это некрома, опаньки, а вот это неприятно. пробили ко мне проход. Но смотри, я сейчас побеждаю колдунов и все в порядке. Я атакую вот этого негодяя. Джедит в это время рассматривает, разведывает западные земли. Кристальная пещера. Ага, смотри, шахта. Это значит то, что здесь будет город. 200%. Нет? Стои ангелов охраняют меч правосудия. Да, вот он город. Акилдар. Акилдар. Один день пути, второй день пути, третий день пути. Между этими городами, пожалуй, два дня, то есть где-то вот здесь заканчивается первый, а тут второй. То есть Дюнваль падет, если сюда приедет большая армия. Форта здесь нет. Смысла его укреплять, охранять также соответственно нету. Башни меня не напрягают. Почему они здесь? Когда враг в другом краю. Давай тоже немного попробуем разведать, что здесь вообще творится. Гурнисон. Ладно, поехали в атаку. Бьем колдунов. Не захотели присоединяться. До этих товарищей никто не долетит, но я думаю мои стрелки и маги расстреляют их. Главное, чтобы не случилось цепной молнии. Огонь. Огонь. А, нормально. Каменная кожа это не страшно. И сразу же сходу атакуем соперника. Кто у нас здесь? А, лорд Хасим. Лорд Хасим, скажите, пожалуйста, что вы здесь забыли? Ваш замок находится где-то далеко на юге. Как вы здесь оказались, уважаемый? Неплохо было бы еще притон воров осмотреть. Ммм, проход. Ух ты. Не хочу я такие потери. У меня первый ход благодаря Архангелам. Тормозим. Магов много. Что могут сделать Ангелы? Ничего. То есть все юниты ничего не могут сделать. К Архангелам могут при... Стоп, смотри, какие характеристики у Хасима. Его нельзя отсюда отпускать. Мало ли у него какие-нибудь важные артефакты, плюс сейчас у него запаса маны нет. Колдовать не сможет. Неприятно, что до меня доберутся вот эти мечники. Они могут завалить одного Архангела, мне кажется. Да тут все могут дойти. Ну смотри, сначала меня врубятся, конечно же, они. Потом... Ух ты, Ангелы не долетают. Я хочу просто ударить магов. Но не хочу терять в это время Архангела. Ладно, подожди, товарищ. Ждем и ждем. Соперник тоже не спешит. Окей, огонь. Ждем. Огонь. Ждем. Замечательно. Все подставляются. Это маги скинули стоимость заклинания. Я думаю, как? Как? Как это возможно? Шесть троллей. Троих убили, правильно? Да, три тролля погибло. Но мне даже сейчас, наверное, не страшно их потерять, чтобы выровнять мораль. Давайте вы кого ударите? На всякий случай мечников. Мечников потом... Давай решать, кто кого будет бить. О, крестоносцы доходят до грифонов. Доходят и, скорее всего, не срубают их полностью. Получают ответку, но добивают оставшихся. Далее, грифоны жрут мечников, скорее всего. Рыцари между собой будут сражаться? Наверное, да. Поэтому бьем рыцари, чтобы контрудара не было. Тролли погибают смертью храбрых. Харьясь. Да, отлично, зарубили. 277, это очень-очень мало. 288. А сколько у вас всего? 10 единиц здоровья, 930. Нет, это тоже очень мало. 244. Одного ангела смогут завалить. Рыцари, давайте вы будете просто ждать или защищаться. Так, что бы сейчас сделать? Кого можно влететь? Мечники 560 урона максимально. Ну, где-то даже не о половине отряд. А, 415. Это опять же максимум, то есть одного ангела бьем. Плохо. Плохо, но кусаем тогда рыцаря, чтобы не было контратаки. Пусть ангелами рубим того же рыцаря. Влететь в магов наверное стоит. Давай сейчас на всякий случай сделаем щит, увеличить все шансы выжить. Вам? Да ладно, выжили. Неприятно. Что могут сделать ангелы? Ангелы могут долететь до моих магов. Ну, берем разгон. Крязь. Рыцарь не выжил. Я был о нем лучшего мнения. Огонь. срубаем лорд 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 нагаш. а что что вы все здесь забыли скажите мне пожалуйста уважаемый. Что вы тут забыли? Инна, давай-ка ты мне рыцарей купишь. Две штучки. Горнисон успеет забрать? Нет, он доедет только в эту сторону и обратно не вернется. Так, мюлич отправляйся сюда. Смотри, если мюлич выйдет, к нему скорее всего подскачет и ингем и нагаш. Причем у ингема откуда-то взяли сифриты. Очень непонятно. Мне бы кому-нибудь армию медленную передавать, чтобы скакать быстрее. Есть ощущение, что у соперника здесь есть один город. А здесь один город, здесь один город и тут. Мне сейчас срочно нужно в гильдию воров и узнать, а что тут вообще творится. Мюлич, давай ты где-нибудь тут остановишься. Вот вопрос, они смогут проехать мимо Грехака или нет? Если смогут, можно на полный ход ехать. Давай понадеемся, что все будет хорошо. Гурнесо ничего не делает, здесь ничего не строим, потому что а зачем? Завершить ход? Кстати, Терек выиграл Луджедит, а давай посмотрим армию. Невелика. Опять же, защитить свой город я не смогу, поэтому Дюнваль пойдет. Коричневый игрок здесь, здесь, тут скорее всего синий плавает. Есть подозрение, что на юге и на западе есть остров, где как минимум есть один город соперник. То есть, я, наверное, здесь допустил ошибку, мне нужно было дожать этот город, но опять же, соперник пробил архангелов, и соответственно, мог бы зайти на моей территории сюда. Что такое мало эфритов и много скелетов? Очень хороший вопрос. Я вот думаю, с целью сэру Мюличу выдать армию, сделать два шага, чтобы тот наказал негодяя. Наказал негодяя и потом ко мне вернулся. нге нге ты куда сюда поехал? Ты чтоб наглел. Это мои территории. Отлично, без потерь. Возвращаем все. Грифонов я забираю, мечников надо улучшить и не успеваю. Хотя нет, сейчас грехак отъедет немножко. Тык. Все равно одного шажка не хватило, неприятно. а я не увидел колодец. 34 манная вполне достаточно, но нужно будет испить из него. Мюльич, пожалуй, в следующем ходу захватит шахту. Давай прогонять Нагаша. Что он здесь вообще забыл? Не согласен с потерями. А как они вообще произошли? Скорее всего, они произошли из-за молний. Просто других объяснений я не вижу. ну и в любом случае они случатся, в любом случае они случатся, но и сказанул. Потому что я уничтожу этот отряд, уничтожу этот отряд, а зомбари будут на месте стоять. Бам, бам, молния. Ну да. Давай-ка магов разделим, чтобы такого больше не повторялось. А теперь вопрос мне стоит ехать сюда или все-таки бежать на запад. Мне кажется, давай поедем на юг и хотя бы откроем карту, чтобы знать, что здесь творится. Вижу мельницу и лагерь беженцев. Город. Ну наверное. Смотри, а может это просто небольшое такое озеро. Просто мне очень неудобно на такой огромной карте сосредотачивает силы в этом углу, когда соперник тут скачет, тут скачет. Надо что-нибудь с этим придумать. Ивор, давай разведывай. Немножко опыта. Стрелок. Орда единорогов. Еще одна башня. Еще одна вражеская башня. Возможно сейчас за Ивором поскачет Терек. А здесь здесь прироста нет. Этот город просто пойдет без каких-либо вариантов. Тут я купил рыцарей, чтобы улучшить. Поскакали сюда, что ли? Завершить ход, да. Так и вот он негодяй. А Гирда. Гирда здесь собирает армию и скорее всего где-то тут есть город. Проверяем. Прохода нет. Или есть. Какой-нибудь тайный путь. Вот куда это ведет? Это ведет на арену, которая за тысячу километров. Ладно. и между тем я увидел красного ключника. Так Грэг Хак. Давай посмотрим вообще, что у соперников есть. Количество героев у меня и у синего одинаково. Где у него на этом кусочке карты могут быть герои? Количество городов. У синего больше всех. Значит у него три города, здесь как минимум один и тут второй 100%. три города. Один прямо здесь, другой где-то на юге и третий в подземелье. Других вариантов я не вижу. Так что я здесь хотел сделать? Улучшить мечников и улучшить рыцарей. Забирай рыцарей и захватим себе шахту. гурнисон сидит около своего города. Мне бы конечно с Грэгхаком кого-нибудь отправить. Может сейчас нанять кого-то? Аделаида или Мандор. Я имею ввиду, что Грэгхаку неплохо было бы расставаться со всякими архимагами, лучниками перед следующим ходом, чтобы как можно дальше скакать. Отлично. Синий. Да. Синий город на халяву. Синий город на халяву, где нету абсолютно ничего, кроме гильдии магов. Так смотрим. Виденье, небесное око, антимага, магия. Так вообще, что делает небесное око? Ничейные артефакты. Нет. Ресурсы, шахт, карта местности. Это заклинание направляется на уральский отряд, она сообщает точное количество войск. Говорит, заходят ли они присоединять, захотят присоединяться к вам. Позволяет увидеть значительное значение основных навыков. Виденье не особо полезно ресурсы, шахты. Кстати, давай глянем. Но я хочу применить заклинание. итак, что у нас здесь есть? Я нахожусь в городе здесь. Дорога ведет в следующий город 100%. И между тем, смотри, город раз, город два, вот где еще один город? В подземелье? Наверное. то есть у каждого соперника скорее всего есть город в подземке. Итак, мой город падет, сейчас его захватят. Чтобы сюда проехать, в эту область, я могу только отсюда. А соответственно, пока я здесь буду куролесить, соперник спокойно займет этот город и двинется к моему основному, который находится на севере. Плюс он может отсюда пробить проход и также сюда двинуться. Мне срочно требуется портал города. Конечно, я могу например вот так очень быстро проскакать. Сколько это займет по времени день? Два, три, захватим. Где может быть подземка? Здесь выход в подземку. Я даже не представляю, куда подземка может везти и что там может быть. А вот подземелье. Какая-то тайная область. нет, в подземелье городов нет. Либо будет раз и будет два. Соответственно, самый логичный вариант, где находится вход в это подземелье, либо вот здесь, например, а тут верфь, здесь еще одна верфь, либо по центру карты, но по центру карты здесь нету никакого входа. значит что вот здесь ладно, это все мои предположения, что мы будем с тобой делать? Нанять героя, который отправится на юг, проверить, что там происходит и нет ли поблизости кого, почему они не строят таверну? Далаиды или Мандор? Ну, давай Далаиду. Вот что это было за движение? Зачем? Когда можно было спокойно ехать по дороге? Грег Хак может сейчас восстановить ману, а стоит ли оно того? У меня небольшой запас хода, мне нужно скакать аж 4 дня. Почему здесь нету конюшни? Очень сильно пригодилось бы, и мне собственно конюшню не возвести. Я могу построить 4 этаж гильдии магов. Знаешь что, давай рискнем, чего мне не хватало. Зря я таверну построил, но с другой стороны разведка. Очень маленький шажок я могу сделать, поэтому предлагаю оставить войска здесь, в городе, восстановить магию полностью, построить 4 этаж, искренне надеяться, что там будет портал города, и вот тогда мы с тобой заживем. Так, чего мне не хватает все-таки? Кристаллов. У меня есть одна шахта, но там копейки копится. Или у меня еще нет шахт? Нету. Ладно, продадим. курнисон курнисон стоит на месте, грехак восстанавливает ману, завершаем ход. Да. Так, город потерян. Город потерян, и в мою сторону направляются соперники. Итак, барабанная дробь, что у нас здесь будет? Ну, наверное, ртуть. Зачем мне еще ртуть нужна? Нужна для того, чтобы строить другие гильдии магов. 13000. Давай лучше руду обменяем. Так, Деревяхи двадцать. Итак, барабанная дробь. Портал города, пожалуйста. Увы, неприятно, но ничего не поделать. Главное, не забыть здесь свою армию, Аделаида. Вперед, смотри, что дальше по карте у нас. Ничего страшного. Это нужно захватывать, чтобы просто сопернику дольше до моего города скакать пришлось. Ну, и где-то тут находится мой враг. Соответственно, дико скачем в эту сторону, потому что Терек явно захочет атаковать сэра Мюлеча и напокостить в моем городе. Да, было бы разумно сюда проскакать на полную, но мне некем здесь защищаться. То есть разумно в том плане, что захватить здесь город, кстати, может просто давай забьем на этот регион, в любом случае Грег Хака сейчас никому не одолеть, мы здесь все выиграем 100% и пробить единорогов и потом захватить Килдар. В любом случае Хартферд не страшно терять, подумаешь, плюс соперник пока начнет захватывать все эти постройки увязни здесь. Я думаю, что ничего страшного не произойдет, плюс я вижу здесь конюшню, а конюшня скорее всего будет на следующей неделе, то есть я буду еще дальше перемещаться Ивр захватывай арену а нет, нельзя нельзя, потому что Ивр слаб тысяча опыта на халяву и немножко открываем карту здесь нельзя проехать надеюсь не вражеский герой тут мы улучшаем рыцарей мечников и скачем куда-нибудь сюда далее Ине захватывает кристаллы Гурнисон Гурнисону заняться в целом нечем пусть будет возглавлять оборону если враг все-таки решится сюда сунуться хотя какая здесь оборона никто форт даже не построил ладно ничего не поделать вопрос а случайно кто-то здесь в углу карты не забился забился трясется но ждет ждет пока Грехак отсюда уедет плюс кто-то тут тусит на корабле есть подозрение что на островах которые находятся по центру есть какие-нибудь порталы это было бы очень приятно интересно что еще ржавые драконы здесь охраняют ладно поехали вперед вот зачем это движение было шлем адской буре я не помню насколько это драконы сильные поскакали лучше дальше к городу и его заберем заберем и будем надеяться что здесь будет портал города корни корни стон завершить ход да сильвия что у вас за армия девушка соперник разделил свою армию на мой взгляд глупо но очень мотивирован был так негодяи ко мне скачут но ничего не поделать жители хардферда возводят новые здания в своем городе желаю помочь вам в ратных трудах монастырь ой спасибо вот тут у нас практически ничего не осталось насилию надо сначала грохнуть потому что она может поскакать дальше захватить например white stone и создать кучу неприятностей да здесь случится еще один прирост но вопроса я успею тык тык и потом обратно я думаю в любом случае сильвия догоню потому что потому что у меня есть логистика третьей ступени есть перчатки всадника и надеюсь по-прежнему что здесь будет портал города нагаш побежден и забираем корнистон очень неприятная потеря щит баллистика баллистика не хочет ломать башню совершенно кто моего ангела мог убить мне в любом случае нужно всеми отрядами влетать давай пока подождем сопернику смысла стоять на месте нет он будет подставляться пять арбалечков живите ждем защита защита не ожидал и наверное вот сейчас в ангелы полетят стрелы с этих башен вот почему башни первыми ходят огромный вопрос да ладно а все нормально куда хоть кинуть бум нет да ладно меня послушалось впервые в жизни катапульта сломала башню да неужели я считаю это лучше чем потерять одного архангела накидка скорости шесть единиц ко всем характеристикам четыре катаки защита от ослепления прекрасно так навык атаки смотрим гильдия магов эх слабенькая но здесь есть абсолютно все а здесь есть абсолютно все а тиранел а где ж ты будешь сидеть тогда плюс я видел где-то здесь гирду я успеваю да отлично я получил лошадей знаешь вот что я думаю сделать вот так скорость 9 9 я думаю ни у кого сильнее моей армии сейчас не будет конечно лютый фейл окажется если случится то что случится вдруг тиранел откуда-то со спины нападет и игрок проиграет это это чисто чтобы защититься плюс изучить магию так а я могу здесь построить гильдию магов покади-ка третий этаж чего не хватает ох много чего не хватает давай меняться меняем неприятно но придется ух ты как дорого все денег нет денег нет но вы держитесь на третьем уровне по-моему не будет портала ну да ладно эту армию мне если что кто-нибудь привезет я надеюсь убьем сильвию армия у нее небольшая я думаю мои грифоны должны справиться хотя знаешь что нет все-таки хочется разогнаться давай так справимся ну вполне согласен у грифона это не страшно получил сумку золота великолепные характеристики и мне опять же к следующей неделе нужно вернуться чтобы получить лошадей тогда давай заберем единичку к атаке и поедем к городу ивор продолжает разведку и эльфа ладно стойте здесь выезжать к городу опасно потому что герой увидит ивора и решит на него напасть а ивор может заниматься партизанскими делами вдруг дюнваль будет опять же без защиты и можно будет его занять кстати акилдар все-таки защищен я думал а вдруг я сейчас ошибся и мог бы подъехать ближе и захватить но нет пам-пам-пам-пам меня немножко отвлекли но продолжаем итак сэр мюлич ух ты консерватория это еще ангелы то есть на обратном пути Грэгхак забирает этих ангелов наверное все-таки стоит забирать ангелов потому что коричневый игрок вряд ли будет пробивать единорогов соответственно мы сейчас получим здесь лошадей мы поедем обратно заберем ангелов сделаем архангелов и где-то около своего города встретим наглеца который ко мне поехал это терек мюлич тогда убегает надеюсь такой армии терек решит не захватывать моих ангелов убегает и например пытается поймать дракона почему бы и нет иные в это время может конечно приманить но что-то я сомневаюсь ее способность да он может куда-нибудь терек удастся увезти например он будет гнаться за иные бесконечно но что-то сомневаюсь поэтому давай попытаемся его здесь где-нибудь захватить то есть терек проезжает через этот перевал в виде тайне решает не нападать на хардверд а поехать например в этот уголок почему бы и нет ну что завершаем ход опаньки там кто-то крутится население возросло а что здесь за негодяй появился это гирда вот гирду кто сможет одолеть два ангела денег нет супер лорд хаким конечно я выбираю тебя давай исправляйся тогда ангела не нанять потому что нету самоцветов давай найдем курс неприятный но ничего не поделать вообще что я могу сейчас сделать лорду хакиму передать армию лорд хаким покарает гирду и забудет армию группа мечников лорд хакима ты умеешь далеко перемещаться вопрос не хочется конечно терять здесь армию чтобы хаким застрял на пол пути как мы с тобой тогда поступим пара чемпионов дорого ангелов очень хочется ну вот не понимаю он успеет или нет мне кажется что нет и оставят кучу солдат смотри маги давай все-таки просто дадим ему магов потом когда нють привезет когда нють привезет я забираю крестоносцев а вот зачем они меня тоже будут тормозить скорость минимальная 7 но мне соперником воевать же надо или давай попробуем чисто ангелы рыцари грифона думаю наверное справимся а сейчас заезжаем за лошадьми получаем лучших скакунов денег нет а может кто-нибудь мне их привезет дракон виверна но опять же денег нет и и и и и и прямо сейчас нигде деньги не нарисует к сожалению и 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 да тут тоже не найти денег великолепна победа а забираем себе здание надеюсь что тут не прячется еще один герой поэтому конечно в идеале чтобы здесь был четвертый уровень доверие измерений портал города ну хоть что-нибудь но так не случилось значит дико скачем обратно забрать ангелов вот кем я буду побеждать грифонов ангелами наверное да почему здесь такой объезд тут хорошая мощеная дорога а сера мне не нужна может мне понадобятся кристаллы тормозить не хочу ладно просто скачем здесь я думаю героя не будет тут можно высадиться если есть корабль плюс помнишь здесь кто-то плавал очень надеюсь что этот кто-то утонул кто у соперника тиран мюлич ничего интересного не поймал руда хотелось бы кристаллы кристаллы самоцветы спасибо лорд велмор так вот какой негодяй сел на корабль но у него небольшая армия просто забираем себе все кстати вот эта небольшая армия может поехать на юг если не будет глупить пробьет единорогов и доставит меня здесь кучу неприятностей башня грифонов не консерватория это очень хорошо грех как взять немного рыцарей так 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 раз два три четыре пять шесть и сюда раз два три четыре пять шесть десять шагов мне кажется это слишком много не стоит так тратиться смотрим что у нас здесь жертвенная яма еще один водоворот тут делать нечего здесь нет пожалуй я буду стоять в углу карты чтобы никого не приманивать рыцари мне нужны или нет я думаю что пожалуй нет лучше я сейчас захвачу грифонов консерваторию объединяем наши остатки остатки роскоши кто-то получит по голове скорее всего или грифоны или рыцари но мне нужны ангелы разграблено так вот откуда у соперника были ангелы понятно здесь скорее всего тоже все разграблено соответственно с текущей армии я смогу с этим справиться я думаю что да потому что стая много это небольшая армия где у нас соперник находится аксирон тут и в центре терек сколько там по времени уже час ну ладно давай тогда тормознем мы пронесли весь юго-восток в следующей серии останется добить северо-запад и спуститься в подземелье правда не знаю где выход туда находится но посмотрим итак спасибо тебе за просмотр если понравилось ставь лайк оставляй комментарий подписывайся на канал спасибо и пока пока Продолжаем.